Всем привет, друзья, с вами Барон. Перед просмотром данного ролика, ребят, извините, что буду просить лайки, но надеюсь вас не затруднит поставить большой пальчик вверх, канал нужно поднимать и, ребят, прошу у вас помощи у всех моих зрителей. Если вы еще не подписаны на канал, вы можете подписаться, ну а по названию видео вы уже поняли, о чем я сегодня буду рассказывать, но, ребят, вы не знаете пока что о какой организации. Давайте я расскажу вам все по порядку, надеюсь вы уже поставили лайк, ну и остановите этот ролик на секунду и напишите в комментарии, ребят, пока идет интро, куда же все-таки я пошел. Только не подглядывайте, проверка на честность будет небольшая. Итак, ни для кого не секрет то, что многие мне писали Бароны Ди в ПД, потому что там было больше просмотров, там было интереснее тебя смотреть, было какое-то РП, было все круто прикольней, да и Гетто это в принципе не твое. Ну что ж, я решил прислушаться к вашему мнению, ребят, и действительно пойти в ПД. Для чего же мне нужна была помощь администрации и почему я попросил помощь именно у админов? Многие скажут, типа, ты без админов никуда не можешь вступить. Конечно же без проблем, ребят, я мог туда вступить и без администрации, но это бы заняло время. Я решил немножко это упростить. То есть, написав администрации, вы увидите ролик, что потом происходило в конце, ребят, обязательно досмотрите данный ролик до конца, потому что в конце будет кое-что интересное. В дальнейшем меня телепортировал администратор, как бы спросил у лидера можно-нельзя, но это уже было, к сожалению, в конце. В начале ко мне просто телепортировался администратор, который меня знает и попросту принял меня в организацию, хотя изначально я думал, что он меня не примет, там запретит лидера или что-то в этом роде. Поэтому, ребят, я попросился именно в ЛСПД, так как лидер меня в ЛСПДшный знает. Лидер ЛСПД, кстати, Данто Рич. Ребят, если вы еще не играете на Революшн или играете, но хотите зарегать себе твинка, вводите, пожалуйста, мой промокодик, который вы увидите в описании, ребят, ну и на экране, если я, конечно, не забуду его закинуть, потому что ролик я буду монтировать через несколько дней и, возможно, получится так, что я его попросту забуду. Так как постараюсь хороший монтажик сделать, друзья мои, для вас. Что касаемо, друзья мои, организации. Да, теперь я в полицейском департаменте Лос-Антос. Это круто, это безусловно круто, мне все это, конечно же, нравится. Я даже узнал то, что парковка у них теперь находится вот здесь. То есть мы должны припарковать автомобиль, выйти из него, войти в эту полицейскую академию и уже только тогда переодеться. То есть, как раньше, допустим, переодевались здесь, а машины ставили в гараже, уже не получится. Что ж, после того, как меня приняли, сразу зашел лидер ЛСПД. Самое интересное то, что изначально он мне писал, вернее, админ писал мне изначально, то, что может тебя в СФПД перекинуть? Я такой, не, братан, давай в ЛСПД, потому что в ЛСПД у меня есть свой знакомый лидер, который, ну, если что, мне поможет в какой-либо ситуации. Предположим, с изучением, там, допустим, каких-либо законов и прочей фигни. Конечно же, мне это было на руку. Да и лидер, на самом деле, был не против, потому что я лидеру действительно обещал то, что я вернусь к тебе в организацию и будем с тобой вместе здесь что-то мутить. Плюс ко всему, я ему обещал еще записать с ним интервью, он до сих пор стоит из-за этого, мне кажется, на лидерке. Либо он метит на админку, либо он из-за этого стоит на лидерке. То есть, он мне писал, типа, пока ты, как бы, собираешься, меня уже снимут с лидерства. Я такой, ничего страшного, братан, не снимут. Ну и вот, я решил к нему вернуться. Плюс ко всему, админ задал мне такой интересный вопрос. Надолго ли ты сюда пришел? То есть, надолго ли ты пришел в эту организацию? Или же ты слетишь буквально через два дня и, в принципе, все. Опять начнешь что-то другое снимать. Нет, ребят, я ему сказал то, что примерно дней на 20 я сюда пришел, а это 15 или 20 серий, это 100%. Почему именно столько, ребят? Потому что я решил показать полностью вам работу полицейских. В принципе, то, что я вступаю в организации с помощью администрации, ну, это понятно. Да и, по сути, ребят, каждый ютубер это и делает. Мало сейчас ютуберов осталось, которые вступают сами по себе в организации и как-то там развиваются. В основном люди стараются показать о сервере намного больше, что они могли бы сделать сами. То есть, с администрацией все это намного проще. Если вы там ютубер, вы снимаете ролики для сервера на каком-либо проекте, или просто снимаете видео на проекте и у вас есть связи с администрацией, как, например, у меня, то вы можете спокойно попросить админов и, возможно, если админы сочтут нужным, они вас спокойно примут туда для того, чтобы для ваших подписчиков, то есть для вас, ребята, было все хорошо и комфортно смотреть человека, которого вы сможете. Вот такие вот дела. В принципе, сразу хочу сказать то, что в организации я буду очень долго, и ничто мне не помешает в этом. То есть, мне действительно понравилась эта организация, и я решил в ней побывать. Плюс ко всему, многие люди мне писали, чтобы я пришел в эту организацию. Что ж, ребят, ваше желание исполнено, но ролики будут довольно-таки коротенькими, потому что нужно все это монтировать будет, ибо много всякой херни будет происходить, пока я буду снимать видео. Конечно же, плюс ко всему, нужно найти... Можно я что-то начну хорошо монтировать с такими роликами, потому что сейчас действительно начал заморачиваться по этой теме. В общем, ребят, что я хочу сказать. Смотрите дальше ролик, когда я уже был телепортирован, и спрашивали лидера, что происходило и что как было. Здесь я вам немножко объяснил то, что в ПД я пришел хоть немножко и по блату, но надолго, и лидер не против, плюс администрация тоже не против. Надеюсь на ваши, ребят, лайкосики, поддержечку и подписки. Плюс не забудьте комментировать мои ролики, ребят, ставить лайки. И всем удачи, и приятного просмотра дальнейшего ролика, и заранее всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok